Здравствуйте, с вами мой влог «Ничего святого» с Сергеем Поярковым, тот художник, который можно видеть каждого, друзья. Итак, сегодня стало окончательно понятно, что совместная операция ФСБ Навального и Кремля, операция «Приемник» вышла на определенную фазу развития. И так стало понятно, что сотрудничество Навального с ФСБ – это доказанный факт. Смотрите, наивным лопухам, которые верят в искреннюю оппозиционность Навального и в его несотрудничество с Кремлем, пытаются вешать лапшу на уши, что якобы Навальный позвонил своему потенциальному убийце и провел с ним под запись телефонный разговор, где тот дал на себя показания, по которым по российскому законодательству ему сидеть за выполнение преступного приказа охренову тучу лет. Дорогие друзья, если у вас есть хоть один знакомый спецслужб, задайте ему вопрос, и он подтвердит до миллиметра то, что я вам сейчас скажу сотрудникам всех спецслужб мира. Категорически запрещено по телефону обсуждать любые детали любых секретных или даже несекретных операций. Это запрещено. У них для этого, во-первых, есть спецсвязь, а во-вторых, да даже и не надо быть сотрудником спецслужб, чтобы понимать простую вещь. Сегодня не только Максим Галкин может имитировать любой голос. Чисто можно сымитировать Януковича вообще, как нефиг делать. Да, или даже у Зеленского. Мне говорят, что я могу реально по телефону разводить кого угодно, что это звонит президент. Ребята, сегодня есть программы, и это не секрет. Просто поищите в гугле, которые могут вам на любой номер выдать вам любой номер, который звонит. Даже, понимаете, можно сымитировать звонок с любого номера. Это делается вот так. И любой голос. Сегодня, даже если сотруднику ФСБ позвонит его жена или его начальник со своих номеров, он не будет с ними обсуждать ничего. Он не выдаст ни крупицы информации. Это сказка. Сотрудники спецслужб никогда по телефону не будут обсуждать свои дела. Точка. История, которую продает Навальный, она из... Это даже не фантастика. Это сказка для кретинических идиотов, которые закрывают глаза, уши, и они не хотят видеть и слышать ничего. Они верят в то, что такой кретинический идиотизм может на самом деле произойти на планете, на планете Земля. Все. После этой, после этой туфты, которую пытается продать Навальный, понятно, что их плотное сотрудничество с ФСБ доказанный факт. Ребят, есть операция «Приемник». До какой степени в ней замешаны там западные политические силы или спецслужбы, российские, Навальный. То есть я не буду говорить о том, какая ситуация на самом деле, но она не может быть тем фуфлом, которое нам пытаются продавать. Ну нельзя поверить в то, что... Ну это, ребята, это глупо. Я, опять, если вы не верите мне, есть гугл животворящий, есть действующие сотрудники спецслужб. Задайте им вопрос, и они высмеют, просто высмеют саму возможность факта такого разговора сотрудника спецслужб. Вдумайтесь, человек, выполняя преступный приказ, обсуждает по телефону с незнакомым голосом, с кем-то, который кем-то представляется. Ребята, вы хотите сказать, что ФСБ деградировало до уровня детского сада или богадельни? Опять, хотелось бы в это верить, но я не верю. Я не верю в то, что не может быть. Если мне кто-то расскажет, что он порешал вопросы, да, и солнце сегодня вечером не сядет или завтра утром не встанет, я никогда не поверю. Ребята, скорее можно, извините, заработать на МММ. Ребята, невозможно, есть вещи, которые невозможны. Но, вероятно, клиенты ФСБ и Навального настолько наивные лопухи, что они верят в любую хрень. Как говорил Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем легче заставить в нее поверить. Он забыл сказать слово наивных идиотов. Потому что разумного человека убедить в том, что это правда, практически невозможно. Друзья, опять, вы можете не верить мне, но есть возможность проверить мои слова. Не верите мне? Проверьте. Проверьте, пожалуйста, задайте вопросы специалистам, и они высмеют даже саму мысль. О том, что разговоры Навального под запись с собственным убийцей могли произойти на планете Земля при нашей жизни. Все. Ребята, не надо верить в чушь. Походу, дело, хотел еще вспомнить одну минутку. У нас сегодня были протесты по Шкарлетту. Шкарлетт – это именно та часть, которая обязательно должна произойти с Зеленским. Есть факторы, которые зажимают пружину. Друзья, для того, чтобы Зеленского смелить чертовой матери волной народного гнева, нужно обязательно вывести из себя, раздрочить именно тех пассионариев, которые склонны идти из принципов вверх по институтской подпули снайперов. Для того, чтобы вывести этих людей из себя, нужно совершить несколько подобных глупостей. Как Янукович медленно шел, но пришел к тому, что все-таки побили студентов и началась революция, не та имитация, когда кто-то там из окружения попросил, не попросил на ЕМА, я свечку не держал. Но вы помните, до того, как побили студентов, никакой революции не было. Она не началась. Она началась только тогда, когда грохнуло вот это избиение студентов. Смотрите, назначение Шкарлета – это подведение Зеленского в турбо-режиме к той глупости, которая станет для него последней. Назначение Шкарлета министром, оно обязательно. Оно есть катализатором процесса, который стал неизбежен. Неизбежен. Зеленского снесут к чертовой матери навсегда и очень больно. Я надеюсь, сгибнуть чинного законодавства, поскольку у нас власть принадлежит народу. Ребят, смотрите, мне кажется, что, опять возвращаюсь к Навальному, они вышли на какую-то стадию какой-то операции. Естественно, мы не можем знать весь их задум целиком, но судя по тому, что они продают наивному российскому слушателю, вот эти истории, они готовят какой-то финт. Мы с вами, в отличие от наивных россиян, понимаем, и для нас, и еще раз хочу повторить, любой россиянин, который отрицает принадлежность Крыма к Украине, является подонком и негодяем. Вы знаете, российский поэт Александр Сергеевич Пушкин, он был бунтарен до того момента, пока царь его не купил. Ему назначили огромное жалование, и тогда Пушкин забыл про все свое бунтарство к чертовой матери и свою оппозиционность и стал вылизывать царю жопу. Он стал лучшим жополизом. Кстати, российские литературные критики его очень жестко, ну, я уже не говорю о польском поэте Мицкевича, просто смешивали с дерьмом. Он стал писать хвалебные оды царю и российской имперскости. Когда Россия затоптала Польшу, когда она подавила желание поляков быть свободными, Пушкин вылизывал жопу русскому царю. Он был лучшим поэтом жополизом. Проверьте то, что я говорю, и вы убедитесь, что я говорю правду. Та же история с Навальным. Любой русский и даже русский эфиоп, как Пушкин, который не считает территориальную принадлежность Крыма к Украине фактом, не подлежащим сомнению, есть подонок и негодяй. И теперь нам рассказывают, что подонок и негодяй Навальный, видите ли, не агент ФСБ, а рыцарь без страха и упрека. Ха-ха-ха. За нами не заржавеет. Ребята, верить басням российских спецслужб украинцы не станут. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и обязательно распространяйте это в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал.